Сегодняшний урок называется «Три фактора эволюции». Наша жизнь – это движение от несовершенства к совершенству. То есть мы живём не просто для того, чтобы посадить дерево, построить дом, родить сына. Мы движемся для того, чтобы совершить эволюцию, развиться. И чем больше мы жизнь наполняем факторами развития, тем больше как раз будет эволюции, развития. То есть я родился, умер. Нельзя сделать так, чтобы получилось – жила, была и умерла. То есть я прожил и я сдвинулся действительно из точки А в точку Б, то есть произошло развитие. Какие три фактора эволюции? Для всех живых существ они одни и те же. Я сегодня сниму большой урок, и он немножко длинный получается. Но мы его порежем на три части. Вы можете все сразу посмотреть, а можете по отдельности. Итак, какие это факторы? Первый фактор – это столкновение сил на физическом уровне. Другими словами, это борьба силы жизни и смерти. Борьба смерти и жизни на физическом уровне. На уровне ума, на уровне нашего интеллекта и, в конце концов, духовное притяжение. Вот три фактора. Первое – столкновение сил на физическом уровне. Что это такое? У животных это осуществляется за счёт того, что животные вынуждены бороться за выживание. То есть заяц убегает от лисы, лиса догоняет зайца. Заяц хочет сохранить своё существование, он борется и за счёт этого он развивается. Лиса, догоняя зайца, тоже старается сохранить своё существование, борется, за счёт этого она развивается. Однажды заяц избежал капкана охотника. В следующий раз он никогда не попадёт в этот капкан. У него произошло развитие определённых структур в его мозге и в его личности. Он теперь понимает, то есть он стал более сложным, более совершенным, можно сказать. Ну и подобным образом развитие происходит. У человека то же самое. То есть у нас, с одной стороны, нам нужно бороться за существование, то есть обеспечивать базовые потребности – пища, одежда, жильё и так далее. А когда эти потребности уже реализованы, то есть бывает так, что всё, больше не приходится бороться, мы в достатке живём, в процветании. Но всё равно нужно тогда устанавливать себе какие-то вызовы в жизни, чтобы каждый день вот эта вот борьба, она сохранялась. Потому что как только останавливается борьба, тогда начинается застой и потом начинается регресс. То есть всё время в жизни нужно какой-то вызов брать, какую-то высоту новую нужно брать, тогда развитие происходит. Вот, за счёт этого развиваются грубые пласты ума. Теперь в практике, сама практика йоговская, она сделана так, что ты не заскучаешь. Если вы все правила вы изучите, вы скажете – офф, здесь не продохнуть, то есть с утра ты встаёшь, а с самого утра у тебя расписание на целый день. То есть в 4.30 ты встал и хватит тебе до вечера выполнять практики. То есть нужно и медитацию делать, и физические упражнения делать, асаны они называются, и йоговские танцы, и самомассаж, и делать свою работу, учёбу и так далее. То есть за счёт этого, смотрите, как работает сила жизни и смерти. Вот камень. Камень, в нём победила сила смерти, то есть её максимальное присутствие. Он неподвижен, кажется, что он инертен, кажется, что в нём вообще никакого сознания нет. Хотя даже камень и то не до конца. Всё равно он живёт и он проявляет себя через расширение и сжатие. То есть камень тоже, по сути, он живой, но в нём разум очень латентный, то есть он совершенно не проявлен. И так же и в нас. То есть как сказать «человек живой»? Человек светится, в человеке есть вот этот динамизм, сила, воля к жизни, и когда этого нет, человек превращается в живой труп, то сила смерти победила. И всегда вот между этими двумя силами борьба идёт. Особенно хорошо символизирует эту борьбу мужской танец, тандава. Я отдельный выпуск потом посвящу этому танцу. Вся символика этого танца, что я преодолеваю силу гравитации, я преодолеваю силу инерции и побеждаю свою лень и остаюсь живым. То есть идея здесь в том, чтобы оставаться живым, жить, хотеть жить, культивировать волю к жизни. Тантра – это культ жизни. Утром будильник прозвенел, там есть такая кнопочка «дремать». Когда ты эту кнопочку нажимаешь, нужно лучше написать «не дремать», а «сдаться силе смерти». Это равнозначно. То есть ты сдаёшься этой силе, она тебя ещё в течение 20 минут, она тобой владеет. Ну то есть бороться на физическом уровне. Редактор субтитров А.Семкин